Бенди 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 Миня Кто бы мог подумать, что мир новой реальности так увлечет довольно взрослого человека, вроде меня Но вы знаете, для меня компьютерная игра стала своего рода отдушиной Набегавшись за целый день по разнообразным делам, я прихожу домой и наугад, как правило, беру с полки первый попавшийся картридж, вставляю в приставку и все, на несколько часов все вокруг умирает у меня и остается только я, купающийся в волнах необычного компьютерного мира. И вот такой картридж, который я, конечно же, не наобум, снял с полки у меня в руках. Это удивительная вещь. 8 в 1. 8 in 1. Не секрет, что подобные картриджи вы уже часто встречали в магазинах и просто так у своих друзей. 500 в 1, 1000 в 1, но, как правило, это одна или две игры и бесконечное количество вариаций одной и той же игры довольно скучная вещь. Этот картридж совсем другое дело. Смотрите, здесь что есть. Принц Перси, Конта, Дактейлз 2, Зеленый Берет, Шакал, Файерфайтер, Русалочка и Сайдпокет, Биллиард. Согласны, что такого компота вы еще никогда не встречали? Начнем по порядку. Первая игра, привлекшая наше внимание, конечно же, Дактейлз, часть вторая. Утиные истории принесли огромную славу непримечательной водоплавающей птице, о которой она и мечтать не могла до появления этого нескончаемого мультипликационного сериала. Дядюшка Скрудж поселился практически в каждом доме в виде плюшевой игрушки, комиксов и плакатов, а с недавнего времени жадненький старичок со своими племянниками запустили свои перепонченные утиные лапы в компьютерный бизнес. Сами они, конечно, никаким бизнесом не занимаются, а просто путешествуют по неведомым мирам в играх Дактейлз-1 и Дактейлз-2. Одна из самых популярных игр на сегодняшний день занимает неизменно прочное место в первой тройке игр для восьмибитных приставок. Это не прихоть случая, а заслуженный успех довольно простой, но красивой и веселой игры. На наш взгляд, секрет успеха вот в чем. Даже впервые взявший джойстик в руки человек, взрослый ребенок, неважно, сразу включается в игру без какой-либо подготовки. Но действительно, что может быть проще управлять неповоротливым на первый взгляд дядюшкой Скруджем, прыгая по головам врагов? Музыкальное сопровождение игры, такое же простенькое и ненавязчивое, довольно точно повторяет музыкальные темы мультфильма. И это тоже хорошо, когда музыка знакомая и на слуху. В общем, Утина Истории 2 не залежится на прилавках торговой сети Дэнди, как не потеряют популярность и дальнейшие версии игры. А в том, что они появятся в свет уже довольно скоро, я лично не сомневаюсь. А вот это уже совсем другое дело. Ваше задание — разрушить вражеский секретный оружейный склад. Берет, как головной убор, издавна был прерогативой старушек и пионеров. Но это до тех пор, пока мы с вами не узнали, что есть не просто береты с пупочкой, а еще и зеленые. Вот они-то, зеленые береты, меньше всего к лицу пенсионерам и пионерам. В них щеголяют отважные парни из американского воздушно-десантного корпуса. На что способны эти сорвиголовы, вы прекрасно себе представляете из фильма. Восьмибитные небеса и дали — прекрасное поле деятельности для американских десантников. Если хотите в этом убедиться, посмотрите вместе с нами несколько эпизодов игры «Зеленые береты». Бабушек и пионеров это безобразие оставит очевидно равнодушными. А вот любителям острых ощущений и шквального огня на экранах своих телевизоров игра, конечно же, придется по вкусу. Итак, зеленые береты для восьмибитной приставки в составе картриджа 8 в 1. Равняйсь смирно! Вражеские установки подозрительно напоминают советские ракетные комплексы, которые не без вашей прочим помощи и разрушают зеленые береты. Но это все только на экране телевизоров, естественно. А это игра номер 5, называется «Джекл». Вам даю 5 секунд, если вы не угадаете игру, на которую похоже эта, грош вам цена, как фанатикам компьютерных приставок. Ну, время пошло. Раз, два, три, четыре, пять. Молодцы, правильно! Конечно же, это перепевы. Если по-русски, то сейквел, а если опять еще более по-русски, то продолжение Супер Спай Хантера, о котором мы рассказывали 10 передач назад. Готов спорить на сколько угодно жареной колбасы с медом, что команда разработчиков Супер Спай Хантера в том же точном составе трудилась над путешествием челнока по долине смерти в попытке спасти нескольких взятков заложников. Кстати, Джекл по-русски шакал. Вот и шакалит он по пустыне, уворачиваясь от медлительных, но обильных пуль, подъезжая время от времени к домикам, откуда и выбегают несчастные. Эта игрушка лучше Супер Спай Хантера, как и любое другое произведение компьютерного искусства, выпущенное позже. Игрушка новейшая, крутейшая, цветнейшая и увлекательнейшая. Шакалы всех стран, объединяйтесь! К сожалению, в нашей сегодняшней новогодней передаче мы не успеем рассказать обо всех играх, которые содержатся в этом картридже. Но, если вы будете внимательно смотреть нашу следующую передачу, мы именно там закончим рассказ об этой новинке для приставок Дэнди. Так, праздники, не праздники, Новый год, и Новый год, все равно к нам в компьютерный центр обработки данных приходят ваши регистрационные карточки. И мы их вынуждены заносить, и даже я вот вызвался помочь, потому что очень много работы у девушек, они не успевают. Ну, а наш компьютер успевает все, потому что у него очень мощный 486-й процессор. Вы, наверное, такого даже не знаете, но и вам не обязательно это знать. Это не игровой процессор, никакого отношения к миру новой реальности он не имеет. Так вот, эти письма я потом обязательно внесу еще. А сейчас давайте посмотрим все-таки, кто у нас сегодня будет победителем нашей электронной лотереи. Приз у нас вот здесь спрятан в этом замечательном новогоднем ленте. Ага, так я и знал, да. Это, конечно, довольно известный картридж, но, уверяю вас, никому он не помешает. Это принц перси, совершенно новенький картридж. Итак, компьютер переходит в режим... Сейчас я сначала переведу его в режим нашей программы. Так, это мне можно закрывать? Можно. Да, хорошо. Окей. И запускаем программу двумя щелцками мышки. Раз-два. И вот наш компьютер начинает, видите, работать с вашей почтой. Слоненок Дензи. Теперь он начинает листать. Видите, внизу нашего экрана здесь бегают ваши фамилии. Ну, не все ваши фамилии, а только тех из вас, кто послал к нам регистрационные карточки от своих приставок. Ну и что, хватит нам, да? Пусть уже теперь мы узнаем победителя. Пожалуйста, награждается... О, о, о. Награждается Журбинская НВ. Санкт-Петербург, улица Смолечкова, дом 14, корпус 1, квартира 9. Журбинская, ты моя, Санкт-Петербургская. О, как трудно. Видите, это все сказать, но очень легко выиграть нашу электронную лотерею. Надо поставить регистрационную карточку и сидеть тихо ждать у телевизора, когда, наконец, компьютер соизволит вашу фамилию выбрать. Ну, как вы сами понимаете, из многих сотен тысяч, я уж сейчас точно не помню, сколько у нас там заряженных дистанционных карточек, маловероятность, что именно ты, вот именно ты, вот мой хороший, да, выиграешь наш лотерей, но это уж как повезет. Журбинской повезло. Прекрасный новогодний подарок. Принц Персии для нее. Под нашей карликовой елочкой пришла пора покопаться в поисках новинок для приставки Супер Нинтендо. Помните такая игра Стрит Файтер? Стрит Файтер 2, Стрит Файтер Плюс, Стрит Файтер Чемпион Эдишн. Все это гордость фирмы Канами. И несколько лет эта контора почивала на лаврах, потому что знала, что это самая лучшая игра из боевых. Но в одной из наших прошлых программ мы уже рассказывали об игре World Heroes, которая может быть даже лучше, чем Стрит Файтер. А сейчас пришла мне пора вам поведать об игре Шак-Фу. Это релиз фирмы Ocean. Довольно известная фирма, производитель компьютерных игр. Шак-Фу это... Да что я буду вам на словах рассказывать? Давайте вставим картридж-приставку, а я скажу несколько слов об этой интересной игрушке. Договорились? Итак, подарки от торговой сети Дэнди для любителей компьютерных игр. Шак-Фу. Эта игрушка сделана в расчете на ребят, родным домом которых стала улица, где здоровенные парни в кроссовках правят бал, где никто не имеет права перечить им, кроме, конечно, тех, кто это право имеет. Только вот право это надо отстоять в честной драке. Но почему же опять женщины? Почему им несчастным предстоит снова вступать в смертельную схватку со здоровенными мужиками? Зачем так явно выражать свою неприязнь к женскому полу, дорогие господа программисты? Такими вот гневными филиппиками я бы разразился в адрес создателя игры, если бы не знал доподлинно, что именно присутствие в бойцовских играх слабого пола придает им очарование и колорит, с которым бороться бывает еще труднее, чем с этими самыми представительницами слабой половины человечества. Психологи рассчитали все верно. Когда старший брат кладет джойстик и уходит гулять, играть в баскетбол, сестра подходит к приставке, и вот тут, да, кстати, оказывается хрупкая девушка. Как удивляются братья, вернувшись домой мастерству своих тихих и скромных сестричек. Так вот, право нужно отстоять в честной драке, но по поводу честности здесь небольшие проблемы. Слишком уж много у игроков так называемых коронных приемов. Однако, учитывая, что эти приемочки есть у каждого героя, то справедливость более-менее восстанавливается. Объективно, музыка и движение в шаг-фу лучше, чем в стрит-файтере или игре World Heroes. Но если имена Риу или Чан Ли заставляют вашу кровь кипеть, а пальцы сжиматься в кулаки, вам нелегко будет так вот сразу полюбить героев этой игры. А вновь прибывшим в отряд компьютерных рученок, после нее стрит-файтер лучше не показывать. Они просто не поймут, в чем кайф. Они же не знают, что мы в него с детства играем. Стихотворение даже пришло на ум. Уронили бланку на пол, Оторвали хонди лапу. Все равно его не брошу, Потому что Риу хороший. А в это же самое время по игре шаг-фу вырастает новое поколение поклонников. Вот так вот и устроена жизнь. Да, теперь фирме Konami будет довольно трудно утверждать, что они являются... Да, они были первыми. Я не спорю, что они сделали супер-стрит-файтер, который покорил сердца миллионов и миллионов подростков и взрослых. В том числе, мои тоже. Но они не единственные. Как видите, игры появляются, как грибы после дождя, а картриджи с этими играми появляются в торговой сети Дэнзи приблизительно с такой же легкостью. Все вы прекрасно знаете, что новогодние праздники для молодого человека это очень тяжелая и очень такая насыщенная пора. Тяжелая, конечно, в хорошем смысле. Нужно сходить в миллионы гостей, посмотреть миллионы фильмов и поиграть в тысячи игр. Но, к счастью, наш компьютерный эксперт Денис Панов, будучи молодым человеком, все-таки нашел несколько минут для того, прийти к нам в студию и поговорить с нами, а значит и с вами. Привет, Денис. Привет. Как ты провел? Во-первых, конечно, с Новым годом. Тебя? Тебе также. Всех тебе удач, находок, успехов в работе и, конечно, в личной жизни. Спасибо. Так как ты у нас можешь сказать «жених». Ну и что, как ты провел эти новогодние праздники? Хорошо. Очень классно. Мне очень понравилось. Не забывая впечатления, конечно, остались. Ну, конечно, как все люди. Вот и до. От звонка до звонка. Понятно. Все было. Как ты думаешь, удачный будет этот год для тебя? Да. Бывает, есть такая даже пословица, как проведешь Новый год, так он дальше и продлится. Правильно? Правильно. Вот, я его провел хорошо. А вот такой вопрос. Вопрос такой хитрый. А за эти дни ты играл на компьютере, подходил к приставке? Честно только. Честно? Честно нет, да? Честно нет. Ты считаешь, что мы успеем наиграться еще? Ну, конечно. Так как для нас это работа, поэтому мы предпочитаем отдыхать, мы лично предпочитаем отдыхать без компьютеров. Да пока ничего нет, Новенького. Без компьютеров. Новенького нет, но я вижу, что ты мне принес солидную стопку писем. Что в них? Ну, на самом деле, это не все. Я взял там выборочно несколько писем. Я очень огорчен. Чем? Ты знаешь, вообще больше не пишут. Просьб, пожеланий нету, чтобы мы рассказывали о секретах в играх. Может, они уже все секреты сами разгадали? Да нет, на самом деле. Не знаю, с чем это связано. Да. С понятием. Это, может быть, наши игроки на приставках потеряли пытливость и просто играют лишь бы во что. Может такое быть, нет? Нет. А может быть, они растерялись. Пока, может быть, осваивают Super Nintendo. Она совсем недавно у нас появилась. Может быть, да. Вот. Скажи, а что же тогда в этих письмах? О чем тогда пишут ребята? Спрашивают о компьютере Super Nintendo. Конечно, мы пытаемся. Ответите им про эту. Приставку. Также мы это уже делали в передаче. Вы это рассказывали о этом компьютере. Вот. Спрашивают о игре Donkey Kong. Некоторые не успели посмотреть эту игру, поэтому пишут письма, что это за игра. Ее постоянно рекламируют по телевизору, в рекламе. Donkey Kong, Donkey Kong. Не понимают, что это за игра. На самом деле, это сейчас самая лучшая игра для Super Nintendo. Вообще, в мире не только у нас, да? Да. Пока самая лучшая. А есть ответы на наш юмористический конкурс, когда я наделал на себя такой абажур, такой из каких-то там веток? Да, да. 80% письм. Да ты что? Да. И что пишут? Пишут то, что ты похож на черепашку. Да. На Рейдена. А, вот, собственно говоря, правильный ответ есть. Да, есть. Я похож на Рейдена из игры Mortal Kombat. На вьетнамца. А, ну это вьетнамца. Ну и так далее, и так далее. Много сновьев можно найти. Понятно. Ну, а если в письмах у нас нет вопросов по секретам, то что уж, получается, передача наша вообще остается без секретов? Нет. Конечно, нет. Я принес на свой вкус несколько игр. Надо говорить, не позволю. Да. Несколько игр для Super Nintendo. Ага. О которых я тебе уже, кстати, говорил. Понял. Это Super Metroid. Super Metroid. И небезызвестный нам Donkey Kong Country. Donkey Kong Country. С чего начнем? С Super Metroid. С Super Metroid. Мне, кстати, эта игра намного больше нравится, чем даже Donkey Kong Country. Намного больше. Посмотрим. Вот такая большая коробка и вот такой маленький картридж. Такой обычный маленький картридж, да. Но я знаю... Но на самом деле, когда вы включите, вы будете просто поражены. Музыка там просто обалденная. Так, вы готовы поражаться, да? Я готов. Super Metroid. Секреты от Дениса. На. Перед вами эпизод второго уровня игры, когда герой Super Metroid прибыл на планету своего назначения. Он спускается глубоко в подземелье, в шахту. И тут-то ему попадается какой-то маленький шарик, который называется специальным титром Morphing Ball. Смотрите, он берет его. И получает волшебную возможность, подобно Сонику, вращаться по земле огненным клубком. Смотрите. Ну и как вы сами понимаете, эта возможность остается у нашего героя до самого конца игры, о которой мы обязательно расскажем в одном из наших следующих программ. Ну и теперь и Donkey Kong Country. Я думаю, что у тех, кто играет в Donkey Kong Country, рейтинг еще ниже. Потому что вы, конечно, не такие мастера, как Денис. У вас нет такого опыта игры. Ну, давай, повышай свой рейтинг. Вперед, Donkey Kong. Power on. Оказывается, здесь нужно преодолеть природное стремление носорогов прыгать, а развивать в них желание взразбивать стены своим огромным рогом. И вы оказываетесь в волшебной пещере. За 100 собранных бананов вы получаете жизнь. А здесь попадаете в великолепный, таким же, впрочем, способом уровень, где можете добрать себе еще больше призовых очков, если составите вместе три изображения носорогов. Вот, пожалуйста, как это делает Денис. Хоп, и готово. Раздорог. Ну как, те мои секреты? Да, Денис, остается только позавидовать тебе и всем обладателям игры Donkey Kong Country. Она, кстати, есть продажище? Нет уже. Ну, ожидается. Ее раскупили за два дня. За два дня. За два дня. Да, кому-то не повезло. Кому-то очень повезло, но большинству не повезло, не успели. Ну, постарайтесь почаще заходить в магазин торговой сети Dendy, и там всегда новые поставки. Я хочу, Денис, прежде чем попрощаться с тобой, сделать тебе подарок. Это подарок от всей души. Я недавно был в Америке, летел через Лондон, в Москву, и увидел в киоске продажи журнал. Журнал, который, ты только пока ручки не тяни, журнал, который называется Total. Это журнал всех компьютерных фанатиков Англии, и он рассказывает, видите, такая надпись, Super Nets, это Super Nintendo Entertainment System. Super Nintendo развлекает, ну, то есть совершенно игровая система Nintendo. Здесь обо всех последних играх с рейтингами, с секретами, но одно есть, конечно, но. Все это на английском языке. У тебя как с английским языком? В порядке. Да, разберешься? Разберусь. Вот тебе на Новый год от меня такой вот подарок. Спасибо тебе большое. Спасибо тебе, и до встречи в нашей следующей программе 13 января. Пока. Совершенная игровая система Super Nintendo. А это самая старая компьютерная игра в формате Super Nintendo. Ха-ха-ха-ха-ха. Ну, конечно, рассказывать о Принце Персии особенно нечего. Мы с вами прекрасно знаем, что это такое. Давайте просто посмотрим и, как говорится, почувствуем разницу. Музыка в этой игре приобрела восточную симфоническую серьезность, а создатели игры, сжарившись над парнем, одели его в рубашку, в шапку, а на нанге нацепили какие-то туфли. Но, впрочем, ни рубашка, ни чалма, ни ботинки не спасают его от лютой смерти при, конечно, вашем неумении. Ну, вот и Принц Персии зашагал по 16-битным просторам благодаря фирме Канами, ну, и, конечно, приставке Super Nintendo. А наша с вами передача плавно дошагала до самого ее конца. Сейчас каникулы. Друзья мои, проведите их с пользой для себя. И мне, конечно, совестно об этом говорить, попытайтесь делать паузы в своих играх. Я понимаю, что трудно оторваться, когда не нужно делать уроки, когда не нужно ходить в школу, когда не нужно рано вставать. Трудно очень оторваться от компьютерных приставок. И все-таки попытайтесь. На улице прекрасная погода, снег, надевайте лыжи, коньки и вперед. А потом, вечером, как темнеет, садитесь и отправляйтесь вместе с нами в мир компьютерных игр, в мир новой реальности. С Новым годом вас и пока!